Если сравнить искусство Орвидеса с искусством великого итальянского скульптора Микеланджело, то, как известно, Микеланджело брал камень и освобождал его от лишнего. Творческий метод Виллиуса Орвидеса состоял в другом. И продолжает питаться жизнью, историей. Мне хочется показать вам несколько картинок. У меня есть такая подборка картиночек. И давайте мы и начнем с них. Хорошо видно? Во весь экран, да? Отлично. Вот такая моя маленькая презентация о саде человеческих душ Виллиуса Орвидеса. Вот так выглядит усадьба Орвидесов сверху. Вот такой круг, окруженный летом зеленеющими полями, зимой белесым снегом. И вот здесь такая вот, видите, герб, фамильный герб Орвидесов, где, видите, часть крест и вместо одной, одного конца креста крыло. Да, ну и здесь такая трелистник или троица растительная, то есть органическая троица. Это вот такие инсталляции. Много-много крестов, скульптуры, камни собраны. И все это в таком образует какой-то естественный природный алтарь, я бы сказал. Или храм, такой древний храм. Кресты, камни, которые рассеяны везде. Это вот если прогуливаться по усадьбе Орвидесов, будут примерно вот такие пейзажи. Я много часов провел там, гуляя, снимая, сидя, созерцая напротив скульптур. Вот кусочек деревянной скульптуры. Смотрите, дерево, камень, все покрыто мохом. И в другой стороне слайда мы видим Виллиуса Орвидеса. Да, он прекрасно знал индийскую культуру, самостоятельно изучил йогу. После того, как в 1973 году он вернулся из армии, у него были большие проблемы с позвоночником, и он вылечил их с помощью йоги, с помощью упражнений. Свозил камни со всей Литвы. А здесь мы видим какое-то такое фантастическое животное. И рядом что-то напоминающее лики шумерских, а может быть, египетских скульптур. Что-то очень древнее, языческое, но не литовское. Виллиус очень дорожил своими камнями. Ему помогали люди, привозили. Он считал их своими братьями и сестрами, камни и деревья. То есть, у него было отношение как к семье. Другое изображение, такое очень тоже древнее. Что-то подобное мы можем видеть на древних пещерных рисунках. Вот такого рода орнаменты человека, зверей. И с точки зрения людей, даже матери его, Томанчин занимался было баловством. Он приносил в усадьбу какой-то хлам. И делал какие-то странные, еретические для литовцев инсталляции. Ну, представьте себе, Виллиус Оргидас. Незаконченная средняя школа. Литва – маленькая католическая страна с древней историей. Ну, самая древняя из всех прибалтийских стран. И она была независимым государством в древние времена. И вот Виллиус Оргидас в своей жизни каким-то образом преодолел вот эту вот локальность, отсутствие образования, свою литовскость, свое крестьянство, свое католичество. Хотя в 89-м году он принял монашеский сан и стал бенедиктинским монахом, тем не менее в своем творчестве он стал вратами для всех мировых религий. Он не мог иначе. И за это его же братья, извините, францисканским монахом, его братья францисканцы, а также священники, ксензы, не принимали его творчество, ругали его. Но он не мог иначе. Он собирал камни, привозил их в свою усадьбу и открывал его душу. И постепенно, постепенно его усадьба стала местом, куда стали приходить самые разнообразные люди. Приходили диссиденты, приходили люди, отсидевшие срок в тюрьме, приходили бездомные, приходили сумасшедшие, приходили творцы, художники, музыканты. И Виллиус всем давал приют. Все оставались в усадьбе столько, сколько им нужно было. Все получали хлеб, соль, все делали посильную работу, все помогали Орвидусу переносить камни, жили, созерцали, вместе трудились, молились. И исцелялись. И залечивали травмы. И обретали силы для того, чтобы вернуться в жизнь, найти себя и делать свое дело. И по нем пошла слава. Не только по всей Литве, но и по всей Руси. И в усадьбе Орвидусов происходили чудесные вещи. Туда даже как-то, по-моему, в 80-м году привезли секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. И он посмотрел, поворчал и сказал, какой-то музей абсурда. И это брюзгливое заявление Горбачева имело последствия. Потому что через некоторое время усилились гонения со стороны ЦК КПС Литвы. И в конце концов в усадьбу приехало 24 КАМАЗа. Такие громадные самосвалы. И было погружено на КАМАЗа громадное количество каменных скульптур. Они были увезены в неизвестном направлении и бесследно исчезли. Представляете? 24 самосвала великих произведений искусства канули неизвестно куда. Но даже того, что осталось, около тысячи, наверное, произведений, это открытый музей под небом. Это невероятный памятник человеческой жизни, человеческой истории и нашим общим корням, нашей общей душе. Где есть всё. Где все мировые религии, все ветви язычества, где шаманские духи, реликты, традиции, традиции всего. Весь мир един. Весь мир наша семья. Это величайшее послание. Просто с каждого места усадьбы Орвидаса мы питаемся этим. Живительным посланием. Выраженным в артикулированном, очень мощном, художественном, мощном языке. С одной стороны, это примитивный, архаичный язык. Как бы из примитивные орудия труда, примитивные простые материалы, то, что было под рукой. Дерево, камень, проволока. Вот мы видим там Христос в стерновом венце на этом слайде. Сам Виллиус. Его уголок. Видите, простая крестьянская скамья, простая кровать. Несколько всего лишь досуг сверху, одеяло. И вот здесь он спал в изголовье Библии. Это его жизнь. И мое первое впечатление, конечно, было «Вау!». Я уже был тогда человеком, который имеет какой-то духовный опыт. Многие странствия, знакомство с выдающимися мастерами уже произошло со многими. Я много лет следовал традиции дзокчен и хорошо знал мировые религии, шаманизм, языческие традиции. И в каком-то смысле я был подготовлен к тому, чтобы соприкоснуться с миром Морвидоса. Но я совсем не был готов к тому, чтобы понять его. То есть я чувствовал, что это что-то великое, но я не понимал, что это такое. У меня не было слов. И, в общем, мне потребовалось 20 лет, наверное, для того, чтобы пройти вторую половину пути и начать понимать мир Морвидоса и его место в нашей жизни, его уникальное значение не только для Литвы, не только для бывшего Советского Союза, а и для всех людей. Для меня, как я говорил, это великий пример того, что каждый человек может освободиться через творчество. И я сейчас попытаюсь вам пояснить, почему творчество и жизнь Орвидоса являются вот этим великим примером. Наиболее полной, наверное, моделью, позволяющей нам это понять, является интегральная модель Кена Вилбера, в которой наиболее детально описаны развитие по двум фундаментальным направлениям. То есть направление вертикального роста. И там мы знаем, согласно открытиям Кена Вилбера, там 10 примерно линий развития в соответствии с 10 измерениями внутренней разумности. Ну, я напомню вкратко, это когнитивная разумность, это эмоциональный интеллект или разумность, это сексуальный интеллект или разумность, это социальный интеллект, художественный интеллект, этический интеллект и так далее. Порядка вот 10 измерений внутренней разумности, 10 уровней вертикального развития. И 5 уровней духовного развития в соответствии с 5 уровням все более и более недвойственного состояния. И вот эти уровни вертикального развития и уровни недвойственного развития, духовного развития, они являются общими для всех мировых религий, духовных путей. Ну, и они были открыты во всех направлениях современной психологии, которая занимается развитием человека. Вилбер подвел такой итог и сформулировал законы развития, ну, в частности, вертикального развития, законы перехода с уровня на уровень, как общечеловеческого развития, так и индивидуального развития. И хорошо известно сейчас, что каждый из нас в своем индивидуальном развитии повторяет онтогенез, то есть общечеловеческое развитие. Ну, грубо говоря, до трех лет мы проживаем первые 40 тысяч лет человеческой истории, связанных с шаманизмом, который начался примерно 50 тысяч лет назад. Вот за первые три года мы проживаем так сжато 40 тысяч лет человеческой истории, живем во вселенной духа, общаемся с духами. И поэтому главный язык, который представляет этот мир, это мультфильмы, где душа с душой и говорит, и как в шаманском мире все, в мире мультфильмов имеет свою душу, свой голос, тучка, камень, река, туман, дерево, медведи, животные, реки и так далее. Все имеет свою душу. Следующие примерно 4-5 лет мы живем в языческом мире естественным образом. В истории человечества это от 5 до 10 тысяч лет, период в разных местах, в разных культурах. И сжатым образом мы проживаем его за примерно 4 года. 3-4 года за дошкольный примерно период. И затем начинается период мировых религий. То есть мы живем, но если мы живем в Европе, то это христианство доминирующие религии, или ислам, но это другая монотеистическая религия, или иудаизм, третья монотеистическая религия доминирующая. И мы проходим примерно до подросткового возраста, вот этот период развития. Для нас существуют высшие авторитеты, герои, боги, образцы для подражания. И затем начинается уже наша человеческая история. То есть мы начинаем жить как личности, отправляемся, открываются возможности уже становления личностью, реализации себя, то есть наши вот такие человеческие или экзистенциальные путешествия. Ну и если нас толкает дальше, то мы открываем возможности духовных путешествий. И очень остро этот выбор стоит перед каждым из нас. Даже если мы никогда не думали о духовных путешествиях, не интересовались никакими религиями, духовными традициями, духовными путями, то все равно сама жизнь, сама Вселенная сталкивает с нас этой темой в середине жизни. Это так называемый знаменитый кризис средних лет, который перед каждым из нас ставит вопрос о дальнейшем развитии. Либо мы выбираем дальше в этот момент жизни духовный путь, либо дальше наше развитие вращается по кругу, все более и более коллапсирующему, и мы уже не развиваемся, а только повторяем себя. Но, конечно, для многих людей духовный путь начинается и гораздо раньше. Это онтологически в момент кризиса средних лет он встает перед всеми и обязательно. Вот. И законы перехода с уровня на уровень, они определяются простой формулой. Transcend по-английски and include, то есть превзойти прежний уровень и включить прежний уровень в новый, более высокий уровень. И поэтому целое прежнего уровня, оно становится интегральной частью следующего уровня. Там есть много чего еще. Новое качество, новые подуровни, но предшествующий уровень полностью без остатка включен в целое. Вот такие законы развития. Если переход на следующий уровень не состоялся или состоялся не до конца, то есть мы не включили полностью предшествующий уровень развития в следующий, более высокий уровень, то тогда существуют семена психопатологии, семена, связанные с нерешенными проблемами в прошлом. И, как мы знаем, повторяется все, что не сделано. Если что-то не доведено до конца, это будет повторяться вновь и вновь. Повторяется, согласно закону буддийскому протите самотпада, следующая жизнь с теми же самыми стартовыми условиями. И мы снова обязательно должны доделать то, что не доделали, потому что иначе мы не сможем развиваться дальше. Если мы что-то не сделали, мы постоянно будем наступать на те же самые грабли, попадать в те же самые эмоциональные состояния, соскальзывать в те же самые страсти, совершать абсолютно те же самые ошибки. Неожиданно для себя и для других мы можем вести себя как дети, потому что нерешенные проблемы, связанные с детскими травмами, будут стаскивать нас в детские реакции, в детские мысли, в детские отношения, в детские чувства, в детские глупые поступки, творящие новые последствия, новые проблемы. И вот то, что нам хорошо известно на личном опыте, и именно с этим связана жизненная необходимость очистки авгивов, конюшен души и бессознательного. То есть пока мы не разобрались со своими нерешенными ситуациями, незавершенными делами, не освободились от конфликтов и травматических ситуаций, мы не сможем расти дальше. Не только вертикально, но и духовно, но и творчески, но и в отношениях, но и в плане контакта и управления энергией, которая движет нами, энергии нашей жизни, энергии героизма. То есть везде главными препятствиями будут нерешенные проблемы, связанные с жизнью, потому что это символ того, что нам рано идти дальше, выше. Нам сперва нужно доделать нерешенные дела. И что касается нерешенных дел в истории всего человечества, то, наверное, таким самым главным, самым знаковым нерешенным до конца делом в истории человечества является незавершенный и до конца не состоявшийся переход от язычества к христианству. Ну, не только христианству, но и к иудаизму, и к буддизму, и к даосизму, и к исламу, то есть от язычества к мировым религиям. Но в некоторых мировых религиях, которые называются монотеистическими, «мона» значит «один бог», «один» и «единственный» – это иудаизм, первая монотеистическая религия, вторая – христианство, и третья – ислам. И вот в монотеистических религиях существует особо яростное и негативное отношение к языческому прошлому. Оно отрицается. Оно объявляется неверным, нечистым, отклонением от истины и даже демоническим. Тем, что не только не истина, но и является абсолютным злом. То, что мы должны безусловно отрицать и с чем мы должны безусловно бороться. И если переход от первых 40 тысяч лет истории, уже вот современной истории Homo sapiens, которая началась 50 тысяч лет назад, с возникновением шаманизма, пещерной живописи и древнейших погребений. Все эти три события случились 50 тысяч лет назад. Переход от шаманизма к язычеству был плавным, органическим. Он занял сотни лет. И шаманизм стал органической частью языческого мира. Если он не отрицался, он присутствовал, он стал частью большего, целого, то переход от язычества к мировым религиям в монотеистических религиях произошел не до конца. В значительной степени он отрицался. И язычество, конечно же, присутствует в монотеистических религиях, но часто в зашифрованной, скрытой форме. Ну, скажем, многобожие присутствует в многочисленности учителей и святых. Вот это высшие существа, там, где были боги, там святые. Но все равно существует острый фокус на единственно правильный образец для подражания. Есть один и единственный бог, все остальные боги от сатаны, есть один и единственный бог в человеческом измерении – Иисус Христос. И праведная христианская жизнь – это следование Христу. В чем здесь проблема? На протяжении почти 50 тысяч лет мы формировались сперва шаманской практикой, а затем языческой практикой, связь с миром духов, со всей вселенной духов, потом связь со вселенной богов и духов, как всеволновые приемники, которые открыты всей вселенной, которые принимают сигналы со всего мира во благо человеческой жизни. Мы заключали союзы, использовали ресурсы с помощью шаманов, с помощью жрецов в своей собственной духовной практике. И затем постепенно с поцарением монотеистических религий только этот сигнал, только этот канал, который называется Иисус Христос, Евангелие, Библия, святая жизнь является правильным. Все остальное от сатаны. Но мы же всеволновые приемники, мы принимаем все сигналы. Как нам быть? Сигналы же здесь, это от сатаны, это от сатаны, но я хороший, я следую Христами. Но сигналы есть. Кто источник этих сигналов? Кто источник сатаны в моей жизни? Они. Другие люди, другие страны, другие нации, другие веры, другие подвиды христианства, православные от сатаны, католики от сатаны, протестанты от сатаны, последователи ислама. Это они и ненависть не прекращается. Наша большая вселенная была выделена с одной стороны, это создало уникальную концентрацию энергии. А вот в фокусе, Христа в фокусе, энергия перестала быть размазанной, она стала собранной. И наши возможности нашего развития в этом духовном луче, возможности нашей эволюции очень сильно ускорились. С другой стороны, плата за это ускорение и возможности духовного развития была утрата богатства связи с миром. И отрицание своей живой связи с миром и опыта, всего предшествующего опыта такой связи. И это создало конфигурацию нашей современной души, современного человека, живущего в культурно-исторических проектах монотеистических религий, то есть иудаизма, христианства и ислама. То есть мы стали конечными, мы стали личностью, мы стали ограниченными. И в основе всех наших проблем, нынешних и прошлых проблем, и лежит эта ограниченность. Мы ограничили себя. Хороший психотерапевт знает, что на сущностном уровне любая психотерапия – это избавление клиента от ограничений, от ограниченных взглядов. Когда это происходит, проблема одновременно решается. Любая проблема коучинга, развития, творчества всегда связана тоже с избавлением от ограничений, с выходом за пределы. Мы – хомо трансендус, мы тот, кто преодолевает, мы тот, кто устремляется, тот, кто выходит за пределы. В основе любых конфликтов современных лежит наша ограниченность. В основе нашей теперешней ограниченности лежит незавершенная драма перехода от язычества к мировым религиям. И поэтому, где-то начиная особенно остро с XIX века, культура европоцентризма, Европа превыше всего, начинает становиться все более и более относительным. Все больше и больше путешествий, контактов с Азией, с Америкой, с другими искусствами, религией, жизнью, миром. Европа потихоньку утрачивает свой взгляд на себя, как на уникальный и высший мир, авангард человечества во всем. Проникает искусство Востока, знание о медитации, понимание того, что взгляд на жизнь в немалой степени зависит от того, в каком культурно-цивилизационном проекте я живу, какой религии я принадлежу. Возникает понимание всеобщей культурной относительности. И Эйнштейн был первым ученым, который формализовал, по сути, вот уже дух времени, который в это время, в начале XX века в Европе уже был разлит везде, культурной относительности, как физическую относительность. Специальная теория относительности – это не что иное, как формулировка на языке физики того, что время зависит от системы отчета. То есть наблюдаемая реальность зависит от того, в какой системе отчета мы находимся. А общая теория относительности говорит о том, что пространство-время, его конфигурация зависит от массы. Масса искривляет и создает пространство-время. То есть масса – это символ вот этой глыбы, количества вещества и энергии, ресурсов, которые есть. Вот чем больше ресурс, тем больше он определяет конфигурации того, что мы видим. То есть, по сути, если мы переложим с языка математики на язык такого более повседневного опыта. И стали размываться вот эти границы европоцентризма, все больше и больше понимания. Затем Герман Гесса, первый пророческий в своем эссе «Поломничество в страны Востока» указал путь, дальнейший путь развития, познания других миров, начало буддологии, начало изучения шаманизма. В России пораньше, в конце XIX века появились первые пионерские работы. И расцвет знаний о других культурах, изучение других религий, формирование науки о мифологии, имена Джосифа Темпла, Мир Челиада, великолепные школы российских исследователей религий, духовных традиций, шаманизма, мифологии. И мир стал меняться. И затем решительный поворот – это 60-е годы, когда вот этот дух времени, новый дух времени прорвался через многочисленные события. Ну, прежде всего, это, конечно же, космос. Первый искусственный спутник Земли и картина Земли из космоса. Земля в одном охвате. Где мы находимся, когда мы видим Землю из космоса? Мы в космосе. Эта картина, фотография Земли из космоса, переданная спутником, выстрелила, поместила всех жителей Земли в космическое измерение. Такой взгляд до 1957 года был доступен только уникальным людям, учителям, визионерам, мастерам, художникам. Они могли парить и смотреть из космоса на планету в своем внутреннем мире. А сейчас он стал доступен. Появился костыль, и с помощью этого костыля фотографии Земли из космоса он стал доступен всем людям. И это создало другой мир. Наш новый мир. Вот так вот одно событие, одна фотография способна стать катализатором невероятных перемен. Она проявила новый дух времени. Где еще проявился этот дух времени? Ну, конечно же, в гору революции. То есть все большем и большем интересе к учениям Востока среди европейцев, американцев. Как мы знаем, битлы провели там полгода. Когда в ашраме Махариша Махеш-йоги изучали трансцендентальную медитацию. И очень многие деятели культуры знаково интересуются глубоко, очень глубоко интересуются восточными традициями. Дальше это, конечно, рок-революция. Битлы изменили мир. Новое совершенно явление в человеческой жизни. Когда стали говорить, мы стали с помощью рока, мы стали реальными. Это, конечно, контркультура. То есть совершенно движение к новой цивилизации. Это борьба за устранение старой патриархальной цивилизации. Открытие новому. Это, конечно же, возникновение трансперсональной психологии. Направление, которым я занимаюсь много лет, оно тоже связано с этим, с новым духом времени. И создатели трансперсональной психологии Абрахам Маслу, Станислав Гроф, Майкл Мёрфи, Энтони Сутич, они стали проводниками этого духа времени. Они в их первых произведениях стала восстанавливаться связь времен. Станислав Гроф был поражен, как в его собственных переживаниях и переживаниях его пациентов во время сессии психоделической терапии в Праге возникали картины древнего общечеловеческого прошлого. Мы переживали себя шаманами, древними богами. И у Грофа в его книгах, например, в «Космический Гре» там многочисленное описание его собственных опытов, как Шивы, например, танцующего. То есть возникло колоссальный контакт, и этот контакт отражал запрос человечества на то, чтобы исцелиться от этой фундаментальной травмы незавершенного перехода, в результате которого все языческое и шаманское было изгнано на долгие века и запрещено из человеческого мира. Возник глобальный интерес к древним культурам, к шаманизму, к язычеству, к религиям отличных от той, в которой я родился и живу. Это проявилось одновременно как своего рода кельтский ренессанс. То есть колоссальное количество фильмов, связанных с языческими и шаманскими темами. Например, «Вселенная Марвел» – это не только свергерои, но и греческие, скандинавские и кельтские боги. «Попия властелин колец». Мы голосуем деньгами, своим интересом, например, за фильм «Аватар», который вот такой древний, живой мир энергии, шаманский мир. Естественный мир, контакта всего со всем. И значит, нам это нужно, нам нужны эти знания. Значит, одновременно существует наш внутренний колоссальный запрос на то, чтобы открыться этим мирам, впустить их в себя, исцелить свои старые раны. И как практик холотрубного дыхания я хорошо знаю, что работая первоначально со своими личными травмами, так называемыми личными травмами, индивидуальными событиями, мы обнаруживаем, что они образуют созвездия систем конденсированного опыта, то есть травмы одного типа начинают переживаться совместно, и исцеляется целое созвездие травм нашей жизни. А затем возникает проживание архетипических ситуаций. Ну, или совокупности архетипических ситуаций. Одна из них – это травма рождения, описанная Грофом. И четыре фазы рождения, четыре перинатальных матрицы, и соответствующие им четыре фундаментальных архетипа коллективного, бессознательного. То есть архетип первой матрицы – слияние, нераздельность, единение всего со всем. Архетип второй матрицы – полное ограничение, отрезанность, клетка, отсутствие выхода. Архетип третьей матрицы – борьба, смерть, возрождение, ад, рай, крушение, войны, гомо, педа, секса, патология, страшный суд. И архетип четвертой матрицы – новый мир, новая реальность, открытие новых вселенных. То есть это фундаментальные вещи, связанные с нашей жизнью. И для того, чтобы распаковать в себе эти миры, для того, чтобы освободиться и от травм раннего детства, связанных с тем, что мы были слишком малыми, а наши родители слишком неумелыми, и поэтому в силу этого из лучших в буждении они постоянно травмировали и ограничивали нас. Травма рождения фундаментальная, и даже те, кто родился в результате кесарого сечения, все равно у каждого из нас существует архетип травмы рождения, как совокупность архетипов коллективных бессознательных четырех перинатальных матриц. И пока мы не прожили, не освободились, не распаковали в себе ограничивающее действие этих архетипов, мы никогда не сможем раскрыть в себе все свои возможности и все свои способности к творчеству, к развитию, к овладению энергией жизни, к тому, чтобы жить на всю катушке энергии героизма, раскрыть отношения, стать совершенным отцом, матерью, бабушкой, дедушкой, сыном, дочерью и так далее, возлюбленными друг для друга. Поэтому работа над нашими личными травмами и ограничениями, если мы идем последовательно, глубоко, неизбежно приводит к нас, в конце концов, к тому, что мы начинаем работать над травмами, связанными с нашим индивидуальным бессознательным. Это чаще всего история рода. И только очень ограниченно, аскетично с этими травмами работает системная семейная психотропия Берта Хеллингера, потому что для того, чтобы реально решать эти проблемы, нужно, конечно, использовать более мощные энергии, более мощные методы, потому что хорошо известно, что клин клином вышибает. Если травмы произошли на высоком уровне энергии, то бесполезно потом о них говорить или бесполезно их инсценировать, создавая некоторые расстановки. Для того, чтобы выйти из этих тисков, нужно пережить ситуации на том же самом уровне энергии, на котором они когда-то создавались и в истории рода, и в истории человечества. А в истории человечества травма перехода от язычества к христианству или к другим монотеистическим религиям это миллионы так называемых ведьм и колдунов, которые инквизиция замучила и сожгла на кострах. Это миллионы ищущих людей, которых заставили искать истину только в Библии, потому что это единственный принятый и допустимый голос Абсолюта в человеческом измерении. Это тысячелетия темных веков, когда Европа забыла о древних богах, о Платоне, о Сократе, о великих древних греках на тысячу лет, и только потом мавры через Испанию принесли переводы этих книг, и потом они были заново переоткрыты, и началось возрождение Европы. Так это называется возрождение. Поэтому этот процесс, с одной стороны, происходит давно, исцеление от старых травм, с другой стороны, наиболее интенсивно он начался уже вот с конца 60-х годов прошлого века, и происходит сейчас через многие врата, и наиболее полно в мире гуманитарных наук он происходит через трансперсональные, интегральные и процессуальные подходы, символизирующие именами Минделла, Грофа, Пекина, Вилбера. А в искусстве через таких гениев, как, ну скажем, Алекандр Ходоровский, его творчество, и его всевозможного рода рисунки, его спектакли, его психомагии, и, конечно же, его гениальные фильмы, в которых представлен большой мир человеческой души. Психомагия, по сути, метод терапии Алекандра Ходоровского, это и есть восстановление нашей связи со всей человеческой историей, со всеми измерениями человеческого духа. Это исцеление через работу с универсальными архетипами всех наших самых старых рам. И в этом, по сути, и то, что привлекает нас в послании Грофа, в послании Вилбера, в послании Минделла, это наиболее совершенные из существующих инструменты для того, чтобы исцелить самые глубокие, самые древние драмы человечества, помочь нам завершить переход к этому уровню. И мы хорошо знаем, что существует четыре фундаментальных проекта, связанных с мировыми религиями. Это монотеистические религии, Бог один и единственный, это иудаизм, христианство и ислам, не буду вдаваться в детали различных направлений внутри этих религий. Следующая великая монотеистическая религия это индуизм, не один единственный Бог, а много Богов. Бог один, много Богов. Следующая великая монотеистическая религия не один Бог и не много Богов, то есть ни то, ни другое. Это даосизм. Вселенная и мир – это поток. И четвертая великая мировая религия, связанная с ним культурно-цивилизационный проект, это буддизм. Ни то, ни другое. Ни один Бог, не много Богов. Ни то, ни другое. Ни то, и другое. То есть нету никаких Богов, нету никакого индивидуального я. В основе мира шуньята – безосновная потенциальность. И вот в совокупности четыре великих культурно-цивилизационных проекта образуют вот эту тетралемму, великую Нагарджуны. То есть они и представляют собою минимально возможную полноту путей к Высшему, то есть раскрытию человеческой сущности. Это равноправные, но разные пути на вершину, разными способами. И внутри каждого пути, внутри буддизма, у нас есть и медленные, и быстрые, и боковые, и мгновенные пути. И точно так же в каждой духовной традиции. На своем языке, на своем пути они обрисовывали этот путь. Вот здесь я иллюстрирую как раз эту вселенную мировых религий на скульптурах Орвитаса. И Ни Янь, пожалуйста. И Лао Цзи смотрит на вселенную Дао. Буддизм. Мы видим, притаился среди деревьев Будда. Да, и шаманская вселенная, пожалуйста. Шаманский круговорот. То есть, по сути, мы можем как раз вот в мире Орвидаса и найти встречу всех четырех великих мировых религий. Ну, вот одну религию монотеистическую я объединил как три. Иудеизм, христианство и ислам. И шаманизм, и мировое язычество. Ну, вот среди человеческой истории, наверное, только одно поселение такое. Самое известное – это Иерусалим. То есть, город всех религий. Считать, что буддизм там не представлено, но остальные религии представлены более-менее хорошо. А на территории России – это, конечно, Дербент. Вот здесь вот кадры с моего путешествия в Дербент, где представлен древнее христианство, где представлен иудаизм, где представлен ислам, конечно, где представлено отчасти в самом Дербенте меньше, но отчасти, вот рядышком находится Калмыкия – это место буддистское на территории России. Ну, и рядом где-то вот там не так далеко находится Китай даосский. То есть, мы все принадлежим вот этой неразрывной человеческой истории мировому язычеству. И там, как бы, самый ранний проект мирового язычества – это цивилизация великой богини. Мария Гимбутес это исследовала. То есть, культ Великой Матери и поздние языческие цивилизации – это уже патриархальные цивилизации Междуречьей, Греции, Скальдедавии, там, где уже мужчина стал во главу угла. На более глубоком уровне – это мир шаманизма. И хотя Виллиус Орвидас, как я уже говорил, родился в крестьянской литовской семье, в католической семье, жил в Советском Союзе, в Советской Литве, не получил никакого образования, отслужил в армии. И он, конечно, ничего не знал ни о Кенни Вилдбере, ни о интегральных идеях его жизни. Творчество является живым иллюстрацией, живым воплощением интегрального искусства. Он раскрыл этот мир интегральной красоты, интегральной полноты всего и вся. И очень важно для того, чтобы понять особенности мира Орвидаса, понять, что каждый из нас по самому факту своего человеческого рождения – творец. То есть каждый из нас получает в дар в качестве сущностной основы нашей жизни изначальное состояние, которое бесконечно. Это так называемый дух в каждом из нас, семя, искра Божья в каждом из нас. Но проблема стоит в том, что большинство из нас за всю свою жизнь с этим не сталкивается и никоим образом не проявляет потенциал этой бесконечности, которая есть в нас. Поэтому первое, что нам необходимо каждому из нас – это открыть эту возможность. И открыть это мы можем только через экстатический опыт. Ничего другого. Опыт, который вырывает нас за пределы обычной жизни, который помещает нас в космическое измерение. Потому что спираль жизни начинает закручиваться уже в детстве, уже в школе. Мы впадаем в атмосферу нормализующих нас правил, практик, норм. И если в детстве день длился бесконечно долго, и в нем проходило очень много новых событий, то в жизни взрослого человека день короткий, и каждый день похож на прошедший. Каждый день происходит очень мало нового. Это знак того, что мы сколлапсировались, мы завершились, мы вращаемся по беличьему кругу жизни, переживаний. Мы уже знаем, что будет. В нашу жизнь обычным способом не может войти новое. Мы попали в клетку. И для того, чтобы выйти из этой клетки, нужен экстатический опыт. Нужно выпрыгнуть. Нужно попасть в ситуации, которая вытолкнет нас из беличьего круга. Пока мы живем в беличьем круге, мы никаким образом не можем выскочить из него. Что бы мы ни читали, что бы мы ни изучали, мы находимся в ситуации, когда всегда уже поздно. Что бы мы ни делали для того, чтобы развиваться, понимать, исцеляться, творить то, как мы делаем, и то, какие инструменты, средства, знания мы применяем для этого, делает невозможным выход за пределы развития и исцеления. Потому что сами инструменты упрачивают антологию ситуации, в которой мы живем. Всегда уже поздно. И выход только один. Экстатический практик, который во всю историю человечества образует единую традицию, практика работы с необычными состояниями сознания. Станислав Гроф, один из моих учителей, всю свою жизнь посвятил именно этой теме, понимая фундаментальную важность для творчества, развития, исцеления, для всех сфер жизни, грамотную работу с необычными состояниями сознания. Я разработал метод холотропного дыхания, который позволяет управляемо, контролируемо работать с необычными состояниями сознания. И вот первое, с чем мы сталкиваемся, это преодоление своей физической конечности. Потому что у нас есть тело. У нас есть определенный язык, определенная культура. Мы можем выразить только вот через эти слова, через эти жесты, через эту музыку, если мы играем на музыкальном инструменте, через эти интонации, то есть через совокупность конечных проявлений. Можем выразить свою душу. Но, с другой стороны, если мы в контакте с бесконечностью, своей бесконечностью, то даже через конечные выражения все проявляется именно так, как оно может проявиться, бесконечность в тех формах, в которых она максимально адекватно соответствует данной ситуации. И поскольку каждый из нас имеет опыт невозможности выразить себя, свою собственную бесконечность, то мы понимаем то, что выражает художник в своем произведении. Как известно, я люблю фразу Поля Элюара, который говорил, молчальники врут. Говори, я просто взбешен от того, что слова мои лгут, заблуждений рождаем, моя дорогая. То есть нужно выражать, говорить, невзирая ни на что, творить, 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 потому что только так мы можем сделать себя, свою жизнь, свою бесконечность воспринимаемым, потому что все, что не выражено, не воспринимаемо другими людьми. Все, что не выражено, не участвует в создании общего пространства взаимного развития, то есть коэволюции. И поэтому мы обречены на то, чтобы творить. Миссия творца, миссия художника неотъемлема от развития, эволюции всей нашей жизни. С помощью творчества мы создаем возможность странствия по душам. Мы начинаем жить жизнью других людей, жизнью исполнителей, жизнью художников. И, как известно, Достоевский говорил о том, что красота спасет мир. Что он имел в виду? Ну, как известно, красота в глазах смотрящего. Это означает, что, когда мы смотрим на картину Пикассо, например, или Сальвадора Дали, или Шишкина, и у нас возникает приживание. Боже мой, как красиво! В этот момент мы сопричастны сознанию творца, его бесконечному миру, его бесконечной вселенной. Опираясь на восприятие произведения искусства, мы раскрываем в себе с его помощью мир творца и его бесконечность. И контакт с этой бесконечностью вызывает у нас переживание, которое мы называем красотой. Красота – это вселенная, бесконечная вселенная, которая проявляется в этот миг через нас в отношениях, в произведениях искусства и так далее. И поэтому искусство является высшей эволюционной практикой. Но для того, чтобы стать творцом, нам необходимо, конечно же, преодолеть существенные препятствия. Тут нет возможности в этом кратком выступлении делать обзор всех препятствий, которые есть у творца. У меня на эту тему есть специальный курс на моем сайте авторском homorealitas.ru. Я думаю, что он есть в моей био на сайте «Эволюция». Если нет, то Антон поставит. Вот там дается резюме, описание тех этапов, которые мы проходим. Ну и, конечно же, первая задача перед каждым творцом – это открыть свое бесконечное творческое начало. Вилли Сурвидас сделает это через религию, через опыт жизни на природе, через открытие вселенной духов, через установление связи с душою камня и душою дерева, и через конкретную деятельность скульптора, который спасает камни и спасает деревья, возвращая им душу, возвращая им жизнь, возможность жить здесь. И постепенно, постепенно Орвидас создал портал в своей усадьбе, портал со всем живым миром. То есть сад человеческих душ Виллиуса Орвидаса – это уникальное пространство, уникальный портал, где возникает естественным образом контакт каждой индивидуальной человеческой души со всей вселенной, со всей историей, и начинают исцеляться все индивидуальные, родовые и общечеловеческие раны, являющие причиной всех наших ограничений, всех наших проблем, всего нашего нетворчества. И в этом, конечно, уникальность этого места и уникальность этой жизни. Жизни совершенно простого человека, который проявил в своей жизни, что творчество – это призвание, это возможность для каждого из нас. Он показал свои жизни. Каждый из нас точно так же, как он в своей жизни преодолел все ограничения и проявил душу мира, тоже может проявить в своей жизни, на своем материале, в своих отношениях, в своем деле, проявить и стать космическим человеком. Вторая задача, которая стоит у каждого из нас – это сражение со вторым врагом творчества. Это смертью. До тех пор, пока смерть не стала советчиком, до тех пор, пока мы не победили ее, не преодолели страх смерти, и она будет ограничивать и угнетать нас. Творчество, с другой стороны, это всегда преодоление смерти. Творчество – это также преодоление шаблонов, преодоление клише, преодоление обыденности. Это всегда выход за пределы известного, за пределы знакомого. Это всегда непрестанное развитие. Ну и, конечно же, следующий, третий враг любого творца – это безумие. И страх перед безумием. И пока мы не научились входить в необычное состояние сознания, в экстатическое состояние, в другие миры, свободно и возвращаться, пока мы, ну, образно говоря, не сошли с ума и не вошли в сознание, то есть не сошли с ума, я имею в виду, не вышли за вот эти клетки ума, за ограничение ума, представлений, ограниченных слов и так далее, в живой мир, в живую вселенную, в живые языки, мы не сможем стать порталом для мира, посредником между большой вселенной, со всеми его голосами, языками и человечеством. И, конечно же, это тоже большая-большая стезя, и вот все эти свадки, они ярко были проявлены и в жизни Виллиуса Орвидеса. Существует не так много документальных свидетельств, существует там три фильма на литовском языке, снятых о жизни Виллиуса Орвидеса, там есть очень важные документальные кадры, я кое-что покажу вам в конце. И существуют, ну, люди еще, которые знали Виллиуса, которые общались с ним, я с некоторыми из них беседовал, но, к сожалению, вот в связи с ковидом не смог позапрошлый и прошлый год провести лето в Литве, как я планировал, для того, чтобы доснять все, что мне не хватает для вот этого фильма о жизни Виллиуса Орвидеса. Видите, вот, пожалуйста, к нему пришли кришнаиты, и они живут здесь, в усадьбе Орвидеса. Он освобождает очередной камень. И, конечно же, творчество – это и героическое путешествие. То есть это преодоление препятствий. Я не буду здесь подробно рассказывать вам о том, сколько измерений героизма и героических путешествий для освобождения энергии творчества мы проходим в своей жизни, прежде чем раскрыть все свои таланты. Эта тема тоже особо, большая особая тема. Я популярно о ней много раз рассказывал, в том числе вот и в разговорах с Антоном. И у меня есть большой курс путешествия героев об энергии героизма и о владении освобождением этой энергии. Поэтому я пропущу вот всю эту большую тему, связанную с героическими путешествиями. Вот я только финальный слайд вам покажу, где восемь героических путешествий, курс так и называется. Восемь историй, которыми мы живем. То есть первое путешествие – это мифическое путешествие. Мы освобождаемся от власти предков. В этом смысл мифического путешествия. Мы перестаем быть индивидами, мы становимся личностью узнаваемым и живем уже в экзистенциальном мире. Кроме мифического путешествия, у нас есть шесть экзистенциальных путешествий. То есть путешествие вверх, путь чемпионов, путешествие целителей – мы очищаем себя от препятствий, путешествие связанное с отношениями с другими людьми, устранение всех проблем и препятствий в отношениях, путешествие связанное с выражением себя, творцы и артисты, путешествие связанное с реализацией себя во внешнем мире, ученые, бизнесмены, политики, вообще воплощение чего бы то ни было в материальном измерении. Это вот следующее, пятое экзистенциальное путешествие. И шестое экзистенциальное путешествие, оно связано с путем Канатоходца, серединным путем равновесия. И в преддверии этого фестиваля, посмотрите, в интернете есть моя беседа с Антоном как раз «Пути Канатоходца», где я сжато изложил суть. И, наконец, восьмое героическое путешествие – это духовное путешествие. И тут тоже кратко оно описано Кеном Билгером, «Пять основных стадий развития духовности, недвойственности». Но есть и много других очень важных карт духовного путешествия. Сейчас мы их подробно исследуем с участниками моего пятого онлайн-курса «Что такое просветление». Как раз мы находимся в середине этого курса. На сайте Homo Realities.ru есть описание. Вот и по сути Вилли Сурвидас и прошел все эти восемь героических путешествий. Он открыл в себе Вселенную Духа. Он открыл в себе дар творчества. И это невозможно без искусства жизни в энергии творчества. И жизнь в энергии творчества – это импровизация. Импровизация является сутью творчества. Жизнь как импровизация, как вечное создание. И представьте себе, каким будет мир, когда значительная часть землян станет творцами. Ну, скажем, сейчас известных творцов несколько десятков тысяч, которые в разных областях, которые на слуху, на виду в современном мире. Ну, еще и несколько десятков или сотен тысяч связанных с историей человечества, самых известных. А представьте, если творцов такого же уровня будет 10 миллионов или лучше 100 миллионов. И это абсолютно реально. Я в этом убежден, что каждый человек может развить себе дар творца. Представляете, если каждый из нас будет каждый день создавать шедевры, великие произведения. 100 миллионов каждый день. Как это изменит понятие музеев, понятие вообще вот человеческой среды, если все наполнено удивительной красотой в нашей жизни. Красота во всем. Везде окна духов, большой мир. Творческая эволюция 2.0. Да, это вот такие мои романтические фантазии здесь проявляются. Жизнь на планете Земля, конечно, изменится, когда весь мир будет наполнен красотой. И вот Вилюс Орвидас свою жизнь отдал для того, чтобы все люди поняли возможность для себя подобного пути на материале своей жизни. На что каждый человек может в своей жизни быть порталом красоты. Красота во всем. Красота – это, наверное, важнейший ориентир. И когда вот я смотрю на какого-то птичьего полета, на свое переживание, на свои контакты с миром Вилюса Орвидаса, вот на тот 20-летний путь, который я прошел с того времени, на жизнь Вилюса Орвидаса, очень короткую жизнь. Он прожил всего 40 лет. Да, умер от того, что пытался там, сердце не выдержало, камень очень тяжелый, поставить на место для того, чтобы потом освобождать его душу. Я думаю, что самое главное, что подарил нам Вилюс Орвидас, это то, что мы все творцы, и следуя героической жизни, следуя энергии творчества, энергии эволюции, энергии развития, каждый из нас может полностью раскрыть творца в себе. Это непросто, но это абсолютно возможно. И мир Вилюса Орвидаса, его сад скульптур общечеловеческой души, это, конечно, уникальное творение по красоте, по значимости для человечества, которое, я в этом убежден, должно бережно сохраняться для всех будущих поколений, как величайший пример освобождения через творчество. Потому что ничего подобного нигде в мире я не видел. Это должно быть памятником ЮНЕСКО, конечно же, и охраняться, но даже в родной Литве его не понимают. А в мире он практически неизвестен. Практически. Никто из моих транспарсональных друзей и коллег до того, как я им рассказал, вообще не слышал о том, что есть такое место в Салантее, в Литве, и что есть такой человек Виллиус Орвидес. Он, по сути, своей жизнью дал нам совершенный навигатор по развитию и по пути к раскрытию внутреннего творца. И вот сейчас я проматываю кадры из мира Виллиуса Орвидеса для того, чтобы вот, да, вот, смотрите, перейти уже каким-то вот кусочком из его мира. Давайте вот я сперва зачитаю молитву Виллиуса Орвидеса. Ты Бог, я творение. Ты это все, а я ничто. Ты это сила, а я слабость. Ты везде, а я только здесь. Ты отец, а я твое дитя. Ты это жизнь, а я смертен. Ты это путь, а я метание. Ты пастырь, а я твоя овечка. Ты покорность, я полон гордыни. Ты это истина, я поток ошибок. Ты чистота, я весь в пятнах. Ты это солнце, а я только лучик. Ты океан, а я капля в нем. Ты вселенная, а я звездочка в ней. Ты это вечность, я лишь мгновение. Ты пламя любви, я только искра. Ты владеешь всем миром, я не владею даже собой. Ты все обновляешь, я многое порчу. Ты приглашаешь на небо, я преподаю к земле. Ты жаждешь служить, я только приказывать. Ты вечная слава, я лишь поливая трава. Ты без меня все, я без тебя ничто. На тебя терновый венец, я думаю только о расплате. Ты тихая вечная мудрость, я шумное незнание. Кто тебя познал, тот любит. Кто познал меня, будет жалеть. Все, что ты делаешь, добро. Что делаю я, часто зло. Ты мой судья, я несчастный грешник. Но все же я счастлив. Он был глубоко религиозным человеком. Я говорил, что за два года до смерти он принял сан монаха фраскальцханского. Он говорил, без помощи Бога мы ничего не можем сделать. И даже если хотим сделать рай, то все равно получится от его жизни. И стало великим героическим путешествием, воссоединением души мира. Анима Монди душа мира. И вот через подвиг и подвижничество таких людей, как он, как Алехандр Ходоровский, Станис Лагров, Кен Вилбер и многие другие художники, человечество исцеляет старые раны и восстанавливает связь все времен и становится реальным. Он жил духом и пробуждался энергией духа, любви и красоты. Вот сам Вилюс, его голос. И он здесь говорит, я живу этим днем, этой минутой, этой секундой, делаю то, что нужно сделать сейчас. А завтра приносит новая забота, и каждый день я живу сначала. Не анализирую, доверяю подсознанию. И тогда Отец ведет. Когда ты отрекаешься от себя, ты находишь все. И тебе принадлежит не только усадьба, где ты живешь, но и весь мир. Усадьба, как корабльное для спасения всех душ. Если человек приходит, значит, ему нужна помощь. Надо его поддержать, чтобы Бог все урегулировал. Я не хочу, чтобы это кому-то принадлежало. Я все это делаю из-за него. С детства я мечтал о спасении. Я смотрел и на камень, как на брата, и на деревья, как на сестру, и хотел их спасти. Они все были живыми. Самое главное – делать то, что он хочет от меня. Творчество должно служить освобождению. Отрицание связано с тем, что сложилась совокупность факторов. Во-первых, таких фундаментальных, антологических – один Бог, один человек, а в жизни мы по образу и подобию. Если в язычестве много богов, которые были образцами, в монотеистейских рейхах один единственный образец. И неуклонно исследуя ему, сужает возможность действий, делая их конфликтами. Борьба за существование обострилась. То есть, с одной стороны, такой острый, мощный луч развития, концентрация энергии. С другой стороны, жесткость во взаимных и нетерпимость не только по отношению к единоверцам, но и, естественно, тем большей степени по отношению к представителям других религий. То есть, это главная причина – незавершенный переход и отсутствие органического включения. Потому что мы знаем примеры мировых религий, например, тибетский буддизм, в котором органически синтегрирован шаманизм, язычество и буддизм. Или мы знаем другой пример, который я тоже исследовал этой теме, я посвятил фильм «Тайна Карлоса Кастанеды» – «Путь знания Дона Хуана и Кастанеды». Там тоже органически синтегрированы естественным путем древние шаманские традиции, языческие традиции, то есть, учения тальтеков и буддизм. То есть, шаолинского монастыря там Лухань стал нагвалем шаолинский монах и влил туда и органически синтегрировал. То есть, и с этим связана уникальная сила и путь. То есть, такие примеры есть, но в других, например, мировых религиях, таких как даосизм или индуизм – это мягкая интеграция. То есть, нет вот такого конфликтного противостояния. Но в монотеистических религиях они стали арьергардом развития человечества. Именно с монотеистическими религиями, а в частности с протестантизмом, то есть, еще одним, самым поздним подразделом христианства связан уникальный прорыв, но и уникальная плата, за которую мы сейчас все расплачиваемся. То есть, с протестантизмом связан капитализм, технологии и наука. То есть, вся современная цивилизация, но одновременно все издержки. Рынок, частная собственность, эгоизм, разделенность, вражда. То есть, за прогресс мы платим вот такую цену. Поэтому, ну, вовремя понять причины наших проблем, осмотреться и найти нужные лекарства. Вот для меня пример Орвидоса, пример того, что это лекарство везде, и каждый может в этом участвовать, каждый человек. Раскрывая себя через творчество, да, исцеляться от древней травмы. Не вступая ни с кем в конфликт, следуя своим путем. Продолжение следует...